Салом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Трума. Нужно сразу же отметить, что следующая группа недельных глав Трума, ТЦВ, Китиса и Ваякель Пекудей во многом загадочна. Во-первых, здесь рассказано подробнейшим образом о строительстве скини, переносного храма, которую они построили, еврейский народ, в пустыне и возвели с собой по пустыне. Это описание занимает почти всю последнюю третью книги Шмот. Почему так подробно, дорогие друзья? Почему с таким множеством деталей описывает Тора построение храма? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что иудаизм – это призыв Господа к ответственности. Он не желает, чтобы мы надеялись на чудеса. Он не желает, чтобы мы были зависимы от других. Он желает, чтобы мы стали Его партнерами. И признали, что хотя то, чем мы обладаем, мы получаем от Него, от Всевышнего, но то, как мы распорядимся этим, зависит только от нас. Этого баланса ждет от нас Всевышнего. Это непростая задача. Легче жить в зависимости. С той же, легко впав в противоположную крайность, самонадеянно заявить, я сам своими силами и крепкой рукой добился себе всего богатства. Как написано в Торе. Еврейский взгляд на человеческий удел в том, чтобы мы добиваемся всего ценой собственных усилий. Но в то же время, в первую очередь, это проявление милости Всевышнего. Строительство Скинии было первым великим проектом, в котором народ принял участие. Для его реализации потребовались их щедрость и умение. Участие в этом проекте дало им шанс вернуть Всевышнего немного из того, что Он дал им. У них появилось представление о достоинстве труда и творчестве. Стены Мишкана были из дерева Шитим. Корень этого слова перекликается с понятием Штут, глупость, что не случайно. Существует два вида глупости. Штут Оля Мазе, глупость этого мира. И Штут Дегдуша, неразумность святости. В первом случае человек, утонув в вожделениях и суете, не может следовать советам и разуму. Во втором он поднимается над разумом, начиная ощущать то, что разуму недоступно. После греха дерева познания, Шхина, божественное присутствие оставила землю. И большие праведники, жившие в каждом поколении, прилагали особые усилия, чтобы вернуть ее обратно. Последним из них, седьмым, был Машер Абейну. По приказу Всевышнего он построил Мишкан, святилище, где должна была вновь раскрываться ушедшая Шхина. Чтобы привлечь в Мишкан божественный свет такого уровня, требовалось, долгие друзья, служение, выходящее за рамки здравого смысла. Нужна была неразумность, которая встанет над логикой, преодолев ее ограничения. Понятие трума – это жертвоприношение, но слово трума можно еще прочитать как тромгей. Это звучит как возвышение Творца. В любом случае, под жертвоприношением в Торе подразумевается духовное, а не материальное, или не только материальное действие. Тора не призывает все это строить из камня и дерева, из материалов нашего мира. Мы должны создать это святилище в себе. Что такое золото или камень? Что такое дерево или серебро или медь? Ты должен обнаружить в себе эти свойства и создать в них, из них условия, как бы по размерам, по чертежам высшего мира. Если ты создаешь в себе такие условия, то постигаешь эту систему, и она тогда будет называться святилищем. Вообще, же святилище – это большая палатка, в котором собираются люди, чтобы объединиться между собой в этом объединении и раскрыть высшую силу. И тот есть лишь одно решение. Надо увлечь людей идеей, стать архитектором собственной судьбы, сплотить их в команду. Книга Берешит начинается с сотворения Господа мира, дома для людей. Книга Шмот завершается строительством людьми скиний, дома для Всевышнего. Отсюда важнейший принцип иудаизма. Мы призваны стать соавторами мира вместе со Всевышним. И отсюда еще одно следствие для лидера. Человек, который ведет себя, свою семью, должен выполнять работу вместо людей. Они учат людей работать. Мы можем обрести достоинство и ответственность. Не благодаря тому, что Всевышний делает для нас, а благодаря тому, что мы делаем для Всевышнего. Рассмотрим некоторые материалы для храма. На иврите золото – загав. Корень этого слова состоит из букв зайн, гей и вав. Две последние буквы гей и вав образуют слово, которое означает «дай мне». Буква зайн уточняет «это», то есть при сотворении мира был создан материал, металл, провоцирующий внутреннее желание, типа «дай мне», «хочу получить это», что и соответствует предназначению Аарона Койдыша, тому, что находилось в нем. Десять заповедей Тора Всевышнего должны быть желанными человеческой душе. Серебро должно было искупить вину братьев Йосифа. Вспомним, что они продали его за 20 шекелей серебром. Медь – искупление нечистоты сердец. Название меди на иврите не «хошет», а «нахаш» на иврите «змей». В частности, здесь имеется в виду змей, который искушал Адама. Кроме того, медь символизирует или является символом наглости. На иврите «нахуш», «упорный», «настырный», а также «наглый». Наша традиция говорит о трех видах «здаки» пожертвований, подобных золоту, серебру и меди. Корень, слово «здака», «цеды» – это справедливость. И вот, что интересно, что по-еврейски «пожертвование» означает, по сути, справедливость. А по-русски, например, это «милостина». Разве «милостина» и «справедливость» не противоположные понятия, дорогие друзья? Как это объяснить? Давать «здаку» по крайней мере десятую часть от дохода – это требование, которое Творец Мира предъявляет каждому из нас. Давайте же, дорогие друзья, оправдаем высокое доверие Всевышнего, возложенное на нас. Браха вацлаха. Давайте побольше пожертвований. Будьте здоровы. Шалом, ваш Равин Каплан.